Девчонки, ребята, привет! С вами Кривый Репортаж Искрениваш. Оскара мы не получим, потому что оператор за кадром жарёт зефир. Вот. Время, 10 час. После работы пришли. Вот аквариум. Вот лимончик. Видите, пустой горшок. Это Марике дала наша соседка каких-то двух уродов? Ну, типа... Это цветы, но мы их называем уроды не потому что соседка дала. А потому что... Не потому что соседка дала. Эти цветы дома, так называемые. Но они хорошие. Короче, это кактусы, такие длинные, как палки. Но они уроды, короче. Вместо контроля у меня написано Катруль. Малька работает сидит на мешке с картошкой. Мы люди не богатые, поэтому мы покупаем мешки с картошкой и используем это как предмет декора. Потихонечку подъедаем из этого мешка картошку. И когда освобождается мешок, мы просто прорезаем дырку и сделаем платье. Ну, мы туда туда вещи запихиваем, чтобы хранить, вместо хранить. Зимние. Как это называется сейчас эти... Ёмкости для хранения. Да. Вакуумная упаковка. Девчат, просто настроение хорошее, а мы любим, когда хорошее настроение, что-нибудь гнать. Потому что всегда гонят. Ну. Тогда уже лучше под руку не попадать. Угу. Хотим передать большой привет нашему подписчику и соседу. Соседу по кварталу. Ты знаешь, что мы тебя имеем в виду. Да, и девчонкам, которых мы знаем, с которыми общаемся, и которых не знаем лично. Всем привет. И девчонкам, и ребятам обязательно. Угу. Вот. То есть всем нашим подписчикам. Угу. Мальчику-подписчику, который живет с нами в одном доме, хотим сказать большое спасибо, потому что он Марик... Какое интересное место. Да, Марику встретила, рассказала об интересном месте. У нас здесь парк интересный есть. Парк, да. И мы даже, мы вроде как везде болтаемся, но мы туда не дошли. Обязательно дойдем, когда приеду. Марика едет уложить дела на пару дней. Ну, свои они. Ну, да, свои дела. То есть... Ну, связано с младшим ребенком, надо в инкомат сходить, ну, там отметиться. Здесь же нас в инкомат. Здесь сходим, потом погуляем по Москве, потом поеду к родителям. В общем, у нас куча планов будет. Потом приеду. Я в то время буду работать. Отпишем, наверное, кремом, помазать. Че у тебя надо? Да, кремом, помазать. Я тушу. Потому что она... Нормальные домашние шорты. Если вы ходите дома в шортах от Dolce & Gabbana, значит, вы не зритель нашего канала. А где где-то это? Не знаю. Такой столик удобный. Девчат, купили на Вальдбересе. Сколько стоил столик вот этот вот такой напольный? Это 1900. Он деревянный, он складной. Он прямо вот складывается в, знаете, такого размера, чуть ли не как доска, чтобы резать овощи и фрукты. Чуть-то наушники на полу. Ну, пусть лежат, пол чистый. По телеку военный фильм какой-то идет. Кстати, девчат, а как вы относитесь к фильмам на военную тематику про Великой Отечественную войну? Вот мне очень нравится. Я люблю такие фильмы. Я с удовольствием смотрю. И современные, кстати, вот фильмы. Единственное, что не всегда меня устраивают лица, которые показывают по телевидению сейчас про войну, вот эти вот фильмы. Потому что губы накачаны, носы скорректированы, брови выщипаны. Ну, в общем. Мой любимый фильм Штрафбат. Штрафбат хороший фильм. Это, я не знаю, такой сериал, наверное, не очень большой. Мне он очень нравится. Ну, он такой не свежий, да? Ему сколько? Ему, наверное, лет 20, да? Не, ну, в плане как он не новый. Лет 20, да? Вот смотрите, вот... Кстати, на том было сидеть, ну, по-моему... Тебе удобнее было? А мне на этом мешке удобнее. Не, ну, за столом. Помните, у нас был такой-то, смотри, как улитка, да, сидит такая? Как вот этот вот панцирь от улитки. Чего я хотела сказать про тот мешок-то? А, помните, девчата, у нас были те мешки другие, вот такие, вот такой план, только цветные. Они были более мягкие, эти как-то поплотнее набиты. Вот мне, например, вот на этих удобнее сидеть в мешках. Ну, вот. Ну, вот так вот проходит наш вечер. Сейчас специально я... Ну, расскажи, что я не могу. Ну, я, короче, не ложусь спать, потому что я жду. Марька попросила полчаса провести с ней время и посидеть поболтать. Пока она поработает. Вот. А я вот ее держу камеру, снимаю статично абсолютно. Себя снимать не хочу, потому что я сижу, девчата, вот без прикрас. Сейчас расскажу, в чем. Какой это меня у Шароваров? Я сижу, девчат, вот честно, вот сижу в майке алкоголички. Это просто так майка называется. Ну, а майка с вырезом большим на спине и под подмышками, знаете, вот такая вот... Ну, как раньше в советские времена ходили деды всякие. Ну, в общем, короче, сижу в майке и в шортах, вот. Не особо приглядный вид, но просто жарко. У нас дома сейчас жарко. Прикиньте, у нас батареи не отключили до сих пор. А сегодня какое число? 24-й? 24-й отключают, как раз когда похолодание. Да, похолодание должно быть? Будет похолодание и дожди. Мы купили билеты с родителями, пойдем на башню. Ой, на башню. Она от телевышки, да. В Останкино, в Останкинской башне. Как раз похолодание. Плюс 13 будет, да? Вот это будет очень тяжело переносить людям вот это все, как я, метеозависимую, к тому же. Потому что эти скачки атмосферного давления, они просто убивают. Вроде выравнивается погода, потом лёс опять начинается. По телеку девчат показывают мебель такого плана, как у нас вот комод. А, нет, это уже труп. А до этого показывали прям... Ну да. Ну да. В общем, до этого показывали практически такой же сервант, буфет, как у нас на кухне сейчас. Вот так сидим, балдеем, отдыхаем. Очень нравятся, девчат, мне вот эти вот сочетания. Вот видите, у нас жалюзи такие вот оранжевые, таракотовые. Клинкер и вот мешок такой коричневый. Просто света не передает до конца, он красивого цвета очень такого. Вот, плед у нас вот такой яркий, оранжевый. Видите, даже Марик себе крем подобрала в оранжевом тюбике. Да, с татуировкой все хорошо, она сейчас немножко обшелушивается. То есть оно положено, так и положено. Птичка. Птичка, да. Вот капельки вот. Угу. И сок. Да. Сок, а там полетается волчок. 90. Ритм жизни такой, девчат, что вот сидим, я сижу как пассивный, скажем так, зритель, да, соучастник. Но не преступление, а соучастник работы. Просто сижу рядышком, морально, скажем так, раздражаю. Поддерживаю. Наоборот. Потому что, представляете, вот она вот, в жизни московского юриста. Человек приходит с работы и садится работать. Вот. Желая некориста, очень московского юриста. Юриста, да. Патереку один из моих любимых актеров, Панкратов Черный. Как он мне нравится. Помните, девчата, фильм был «За прекрасных дам». Девчата, не будем отвлекать. Кривой репортаж искренний ваш. С рабочего места. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.